Я сейчас сижу напротив окна, у меня там скворечник, ну как скворечник, скворечник, полочка такая, я этот птиц подкармливаю, и каждый день пролетают эти воробьи, много-много воробьев. Я сейчас сижу напротив окна, вот минут 10 уже за воробьями наблюдаю, над этой полочкой ветка от дерева, и они туда уселись, короче, на эту ветку, знаете, по одному, так, первый, второй, третий, и вот в таком же порядке они слетают с этой ветки на кормушку, такой, знаете, первый пошел, второй пошел, третий пошел, такие ржачные, это вообще, и что-нибудь где-нибудь вот с крыши сейчас снег падает, они такие в разную сторону разлетаются, там их, хотел сказать, человек. Воробьев 15-20, наверное, где он говорит, тух, в рассыпную, такой, слышите, такие забавные товарищи, конечно. Всем огромный привет, я очень рада видеть вас на своем канале. Я безумно люблю избавляться от чего-нибудь старого, а тут, в общем-то, самое время, потому что конец года, и я так подумала, что самое время снять пустые банки-склянки. Тем более, я знаю, что многие такие видео любят, а я как-то перестала их снимать, снимаю раз в полгода примерно, вот очередные полгода прошли, и мне, честно говоря, даже не очень хочется вот этот вот пакет из пятерки, полностью набитый пустыми банками, тащить с собой в новый 2023 год. Поэтому мы сегодня вместе с вами будем от этого избавляться. Пустых банок тут, косметика в целом, пустых банок здесь огромное количество, поэтому это будет такой экспресс-обзор, потому что на большую часть обзора были подробные, там, где-то с нанесением, если это кремы. В общем, были, вот. А сейчас такой прям экспресс-обзор по окончанию каждой банки. Некоторые, кстати, меня расчаровали в процессе пользования, поэтому об этом сейчас расскажу. Я вот, знаете, когда вот это вот все собираю, у меня все время, вот в голове возникает одна и та же мысль. Это же я все использовала, да, вот один человек, и причем это не все банки, которые я использовала. Некоторые я просто выбрасываю, я не знаю, по каким причинам я вообще что-то собираю, что-то выбрасываю. То есть это для меня такая штучка непонятная. Ну, в общем, сколько же мусора от одного человека, это же просто обалдеть. Кстати, кто-то спрашивал, куда я одеваю потом вот этот весь этот пластик. У нас есть контейнер для пластика, я вот все это туда потом благополучно отношу и выкидываю. Так, ну что, давайте начнем. Я, кстати, давайте как раз-таки начну с того, что меня в процессе пользования довольно сильно разочаровало. Это вот такой шампунь обквал в фикс прайсе. Кстати, по поводу волос я сейчас сразу скажу, да, чтобы потом к этому не возвращаться. У меня волосы от природы прямые, достаточно блестящие, средние по густоте. Они у меня никогда не вились и не вьются, то есть они абсолютно прямые. И когда я их просто мою, ничего с ними не делаю, я феном крайне редко пользуюсь и просто оставляю естественным способом сохнуть, они у меня высыхают, становятся ровненькие-ровненькие. И ощущение, что я вот по ним утюгом прошлась. Ну, у меня от природы такие волосы, то есть я ничего с ними не делаю. И когда меня спрашивают, Наташа, вот посоветуй уход, потому что у тебя волосы такие вот прямые, такие, ничего не делаю. Мой уход состоит из самых обыкновенных шампуней, которые попадаются мне на пути. То есть вот я куда-то еду, у меня там подружка по пути. Я зашла, купила самый обычный шампунь, самый, я не состав там, не читаю ничего, самый обычный. Если я еду мимо фикс-прайса, я могу заехать, купить фикс-прайса шампунь. Для меня это вообще никакая проблема, в этом для себя я не вижу. Ничего не подбираю, никакой уход, никакие специальные маски, шампуни, там вы сегодня сможете, кстати, в этом убедиться. Поэтому, что касается волос, они у меня вот просто, я вчера голову помыла на ночь, в хвостик собрала, сегодня вот хвостик, резиночку, вернее, с волос сняла и все, и они у меня вот прямые. Ну, немножко заломы есть от резинки, потому что я с распущенными волосами не сплю. А так вот, как бы вот, ну, вот так вот они у меня выглядят. Так, ну и вернемся к шампуню. Бренд Вилсон, купила я его в фикс-прайсе. Кефирный шампунь для густоты волос, натуральная кефирная сыворотка или льняное масло. Объем здесь огромный, 515 мл, стоит, ну, фикс-прайс, поэтому что-то в районе 199 рублей, 99 рублей, что-то типа того. Мне сначала он очень понравился. Мне показалось, что какой-то, он, знаете, такая мягкая пена и мягкий сам шампунь какой-то. В общем, мне понравился он изначально. Но потом, когда я им пользовалась все больше и больше, он так мои волосы пересушил. Вот буквально, наверное, 4 головомойки и на пятую я просто мою и понимаю, что у меня волосы как мочалка. Я думаю, что такое-то? И потом я поняла, что делал в шампуне, потому что потом я поменяла на другой шампунь, волосы опять нормальные стали, потом опять к этому, он опять высушил. В общем, не знаю, почему он первые 3-4 раза нормально работал. Ну, я имею в виду, что мне казалось, что он прям даже какой-то мягенький. Нет, в итоге потом всю банку я, конечно, израсходовала, но сушит, прям сушит очень сильно. Единственное, чем он мне нравится, он очень хорошо корни волос промывает и волосы чистыми остаются очень долго. Но на длину приходилось, конечно, наносить значительно больше бальзама или маски для волос, чтобы все это не путалось. Поэтому я его, знаете, как больше использовала как глубоко очищающий шампунь, если можно так сказать. В отличие, кстати, вот от этого шампуня от Эльсеф, который я периодически покупаю, и он как раз не пересушивает волосы. Я думаю, что здесь огромное количество силиконов. Я их почему в паре показываю, сейчас поймете. Но от него, он так не промывает кожу головы и корни волос. И вот если утром помыл, то к вечеру они, конечно, не грязные, но вот уже, вот хочется перемыть уже. То есть здесь я пару дней с чистой головой хожу прям вообще спокойно. Но тут вот такой вот нюанс, да, с пересушением. А еще, кстати, одна моя неудачная покупка в Фикс Прайсе. Тоже, как я понимаю, здесь написано Вилсон Проф только, да, Вилсон, здесь Вилсон Косметик, а здесь Вилсон Проф. Это профессиональный бальзам протеин. Наверное, более бесполезного средства, ну, я за последнее время и не встречала. Во-первых, очень жидкая консистенция. И если волосы на концах суховаты, то вот эта вот штуковина, она не помогает распутать волосы. То есть вот если у меня длина большая, да, и кончики там где-то более сухие, как в мертвом припарке, вот честное слово. Может быть подойдет для идеальных волос, не очень длинных, которым и в принципе живется неплохо, а тут их и как бы еще и вроде бы чуточку увлажнили. Да, но если есть какие-то проблемы с волосами в виде сухости и нужно прям что-то такое серьезное для того, чтобы расчесать вот на эту штуковину, я даже не стала бы обращать ваше внимание. Так, дальше. Два одинаковых шампуня, он от бренда DAV. Здесь написано, что это новая формула против секущихся кончиков для ломких поврежденных волос. Я этим шампунем очень довольна. Он, кстати, похож на шампунь L'Oréal по пенообразованию, по ее мягкости, по способности промывать кожу головы и волосы. И я бы сказала, что здесь примерно такая же история, как с L'Oréal. Все хорошо, все мягко, все здорово, все распрекрасно, но вот тоже опять к вечеру хочется голову... Ну, так уже смотришь, уже так себе, так себе. Следующее. Много лет уже пользуюсь этой штуковиной, в этом году у меня еще появилась очередная баночка. Это Bio Beauty, биочистка нежная. Скраб для умывания, глубокой очистки, сухой, чувствительной, нормальной кожи. 100% натуральные ингредиенты. Это такой порошочек, который нужно смешать с водой и умыться, в общем-то, им. Слушайте, ну, штуковина, конечно, очень крутая, прям очень. Кожа чистая, чистая. Если есть какие-то высыпания на коже, вот какие-то такие проблемки, помогает с этим справиться. Прям кожа вот на глазах становится лучше, 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 ровнее, ровнее, ровнее и более ровная по оттенку. Это, конечно, огромная моя любовь. Стоит не бюджетно, но мне кажется, что эта штуковина стоит своих денег. Прям, ну, периодически вот у меня появляется. Такие два огромных баллона по 800 мл без СЛС и СЛС. Чувственный манго, рисовое молочко, увлажнение питания. Это гель для душа без сульфатов. Огромный, конечно, тут объем, 800 мл. Прям банку на всю семью. У меня вся семья этой штуковиной пользуется. Здесь 98,2% натуральных ингредиентов. Как я понимаю, тут написано индекс натуральности 98,2%. Ну, во-первых, это очень вкусно пахнет. Действительно, знаете, манго. Отдушка очень приятная. У них, кстати, в этой серии, у этого бренда есть совершенно шикарный крем для тела. И если у этого гель для душа, просто как, знаете, гель для душа с отдушкой манго, то у крема для тела прям, вот прям запах манго. Такой вкусный, сладкий, прям супер прекрасный. Меня гель для душа устраивает абсолютно всем. Мне нравится, как он мылится, мне нравится, как он смывается, мне нравится его запах. Мне нравится, что он не пересушивает. У меня, кстати, есть новая бодейка. Новая, еще не открытая. Вот так вот выглядит. Сейчас я вам покажу, наверное, все три банки. И это, на самом деле, необычно для меня, потому что одно и то же средство я покупаю, ну, крайне редко. Так, дальше. Экстремальное восстановление, восстановление глубоких повреждений для поврежденных волос. Глискур, это бальзам. Как же он прекрасно пахнет. Это прям, знаете, какая-то восточная сказка. Сладковатый восточный аромат, прям похожий на парфюм. И я вообще, в принципе, очень люблю бальзамы Глискур. Они мне очень подходят. Так же, кстати, как и фруктисы, вот эти вот. Ну, вот весь вот этот масс-маркет с огромным количеством силиконов мне отлично подходит. Глискур прям отличный. Тут еще, знаете, мало того, что, ну, и эффект есть, волосы мягкие становятся, и еще так вот прям. Ну, это реально ароматерапия. То есть, вот ты наносишь на волосы, и это так приятно. Так, дальше. Мне присылали на обзор. Что-то у меня как будто все в муке-то какой-то. Присылали на обзор. Soft Skin Toner от PEP+. У меня давно уже закончился, лежит вот эта пустая банка. Это, значит, смягчающий с пептидами тонер для лица. У меня есть еще один. Он тоже практически уже там чуть-чуть осталось. Я просто его обожаю. Я его просто обожаю. Я его переливаю в фелку со спреем и наношу на лицо и на шею. Особенно на шею. Прям, знаете, вот так вот. Это по ощущениям как жидкий-жидкий крем. То есть, этот тонер белого цвета, он прям как непрозрачное молочко. И он настолько прекрасно увлажняет. Вот одного этого тонера достаточно для того, чтобы потом даже кремом не пользоваться. Кожа такая мягкая-мягкая. особенно на шее, это вот чувствуется, просто потом рукой от паровой, что она прям вот какой-то шелк, в восторге от этой штуковины, правда, вот я, она у меня закончится, я, наверное, третий баллон куплю, а если не куплю, то буду печалиться по этому поводу, и запахи приятные, у меня, кстати, есть вся коллекция этих средств, они и крем там, и тонер, и что еще у них, как он называется, типа эссенции такой, все очень приятно, мне все очень подошло, очень и очень понравилось, с огромным удовольствием, у меня же там кое-что-то, по чуть-чуть там всего осталось, следующее, что у меня закончилось, это витаминк, гель для душа, он был, лаймминк называется, он был такого светло-зелененького цвета, кожу он особо не увлажняет, но очень хорошо очищает, прямо, знаете, что называется, до скрипа, то есть ты помылся, у тебя кожа прям чистая-чистая, а еще мне очень запах понравился, он пахнет лаймом, ну, таким, знаете, лаймом химозненьким очень, как вот, типа, знаете, лайм такой в мистер пропер, или вот что такое, какой-то вот он лайм такой стерильный, стерильный и прям вот скрипящий такой, я, вдыхая этот аромат, прекрасно понимаю, что это химозный лайм, но он мне нравится, он у меня ассоциируется, такие ароматы лайма у меня ассоциируются с чистотой, в принципе, я не могу сказать, что это вот что-то невероятное, и всем надо срочно бежать, искать, прямо этот гель для душа, но если он мне встретится в экспрессе, по-моему, если он мне встретится, мне кажется, я куплю еще раз такой, дабы насладиться вот этим вот химозненьким ароматом лайма, еще один гель для душа, гель для душа мужской, от бренда Mixit, или Mixit, я его на Wildberries покупала, там была какая-то распродажа, то ли просто скидки на бренд, в общем, не знаю, я, мне в рекомендован он попался, там цена какая-то была прям, типа там 200 с копейками рублей, вот, и я что-то решила себе купить, здесь объем, правда, не такой уж большой, 250 миллилитров, такая небольшая, да, бутылочка, мне в тот момент захотелось, что-то, вы знаете, по аромату такого вот мужского свежака, вот, знаете, такой вот, я морский аромат не очень люблю, но в мужской, вот, парфюмерии, такое вот что-то, мне, в принципе, очень нравится, и он действительно пахнет, это, знаете, классический мужской аромат, классический мужской парфюм, дезодорант, вот, вот классика жанра, классика жанра, и что-то вот я использовала 250 миллилитров, насладилась вот этим вот, мне вот прям хотелось что-то такое, и вот, в принципе, наверное, все, очень хороший, кстати, гель для душа, я не заметила, что как-то пересушивает там кожу, здесь написано тонизирующий гель для душа и шампунь, как шампунь я его не пробовала использовать, а вот как гелем, использовала прям с огромным удовольствием, что-то я сейчас понюхала, у меня опять так захотелось, вот этого какого-то мужского дезодоранта, что-то у меня в последнее время прям на такие запахи тянет, что с этим происходит, следующее, это не так давно покупала, мицеллярная вода на курильском чае, доктор тайга, наверное, что ли, от натурсибирьки, я тоже покупала на Вайлборисе, и там был набор из двух таких мицеллярных вод, здесь объем не очень большой, поэтому мне, в общем-то, надолго-то не хватило, здесь 100% свежие экстракты, травы готовятся в течение 6 часов после сбора, в общем, все прекрасно, 0% силикон в парабенах, оригинальная формула, 100% дикий таежный сбор, макияж снимают очень хорошо, то есть проблем с этим нету, единственное, что я заметила, вот первые разы, там, опять-таки, 3-4-5-6 раз я им пользовалась, вообще все нормально, а потом немножечко начала подраздражаться кожа вокруг глаз, то есть, как бы на лице все нормально, а кожа вот здесь вот начала, знаете, как пощипывание такое, я не знаю, можно ли связать это с именно этой мицеллярной водой, возможно, на тот момент, когда вот пощипывание появилось, уже холодное время года, все-таки и отопление на улице, то ветер, то не ветер, может быть, просто кожа стала более чувствительной, не знаю, с чем это связано, но по поводу вот характеристик того, как снимать макияж, мне эта мицеллярная вода от Натур Сибири, в общем-то, очень понравилась, слушайте, если мы с вами так дальше пойдем, мы сегодня не закончим, потому что я даже еще про половину вам не рассказала, у меня тут уже на кровати просто сгора сесть некуда, шампту, сухой шампунь, свежий объем без мытья волос, ну вот все же, наверное, знают вот эти отдушки шампту, да, это химозные яблоки, химозные фрукты, слишком ярко, слишком насыщенно, и вот здесь, в принципе, та же история, прям химозные фрукты такие, прям, вот как шампунь у них пахнет, прям ух, так и вот этот вот сухой шампунь, мне, в принципе, чем понравился шампунь, он не сильно белый налет создает на темных волосах, есть, конечно, но он хорошо вычесывается, как-то нету прям вот такого, знаете, как это иногда от сухих шампуней, потом не вычешешь, тут нормально, и, в принципе, волосы становятся нормальными, то есть, если они немножко там где-то загрязнились, а надо срочно куда-то выбежать, либо же вот эти сухие шампуни прекрасно создают объем, если его не хватает, в корне прям брызгаешь, так раз, 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 и корни становятся более объемными, поэтому я иногда так, для таких целей использую, иногда для таких, вот, единственное, что, если наносить на грязные волосы, с целью их очистить, он очищает, но ненадолго, то есть, вот, допустим, с утра брызнул, не было времени помыть голову, побежал, к вечеру придешь, оно у тебя будет прям очень-не очень, вот, я про что-то к чему говорю, у меня есть еще вот такой вот шампунь от Ниоксин, он, конечно, стоит недешево, и значительно дороже, чем предыдущий, вот этот вот бюджетненький, синенький, ну, вот, как раз этот сухой шампунь, если его нанести на несвежий волос с утра, то вечером ты придешь, они остаются свежими, чистыми, и, кстати, у этого шампуня тоже, даже еще меньше налета белого, чем вот от этого шампуня, то есть, ну, это, любовь, вот этот Ниоксин сухой шампунь, он прям классный, у меня вот эти маленькие баллончики, у меня уже третий или четвертый, прям классный, ну, заканчивается, зараза, здесь 65 миллилитров, хватает прям, ну, прям буквально вот на несколько раз, так, покажу вам вот такие два средства, это Skin Active, эмульсия для тела с гиалуроновой кислотой, и крем с гиалуроновой кислотой, у них, насколько мне не изменяет память, здесь нету, но по-моему, когда я читала аннотацию, у них прям шампунь, ой, шампунь, нет, у них прям составы идентичные, в общем, ладно, увлажняет и восстанавливает и питает, это Skin Active эмульсия для тела, предназначена для кожи с повышенной чувствительностью, сухостью, эта эмульсия, действительно, она такая очень легкая, прям легенькая-легенькая, впитывается быстро, ну, как же она хорошо увлажняет, как же она хорошо снимает вот какие-то раздражения, такие вот сухие участки восстанавливает достаточно быстро, крем по консистенции погуще, его можно там на лицо, очень удобно наносить, ну, в зимнее время в особенности, вот, но по своим характеристикам, в принципе, вот одно и то же, в аптеке их можно купить, я с огромным удовольствием куплю себе еще вот, вот такую вот штуковину, ну, то есть, крем мне для лица, в принципе, не особо нужен, поэтому классно, но за ненадобностью, а вот такую вот эмульсию, прям, вообще, прям, мне серьезно такое нравилось, ни ощущения липкости, ни какой-то вот корки, пленки, очень-очень комфортно и действенно. Следующее, Revitalift Laser, чистый ретинол, ночная сыворотка от Brandloreal, здесь с пипеткой, очень удобно, слушайте, мне очень надолго хватило этой сыворотки, очень надолго, а я ее наносила на шею, и я ее наносила на руки, когда у меня руки прям были очень-очень сухие, на лицо редко ее наносила, потому что у меня есть свои корейские уходы, которые, в принципе, я менять не собираюсь, они между собой меняются, но я имею в виду, что там полный уход, поэтому, когда я тестирую какие-то средства, я, конечно, наношу на лицо, хожу какое-то время, там, недель, полторы, смотрю за реакцией кожи, но в целом, вот такие вещи, я в основном, руки, шея, шея для меня важна, поэтому, у меня там серебряный такой слой, мне очень понравилось, тут, вот, знаете, по ощущениям, прям, силикон, силиконистый, и, соответственно, после этого кожа ощущается, мягкой, нежной такой, вот так, до нее хочется дотронуться, а у меня еще была сыворотка в прозрачном флакончике, мне вот в синим больше понравилось, и запах очень приятный, такой сладковатый, но все это напоминает, раньше косметика была с таким запахом, только я не могу вспомнить, какой, короче, тут и запах приятный, и кожа потом очень мягкая, поэтому у меня после этой сыворотки остались, вот, ну, самые положительные, сейчас речь пойдет про вообще какую-то мою огромную любовь, я вам даже сейчас покажу, насколько огромна моя любовь, это Уптаны, от бренда Уптаника, 100% натуральные штуковины, здесь в составе ячмени, рис, овес, нут, глина белая, календула, ромашка, ля-ля-ля-ля-ля-ля, в общем, сбор всяких полезностей, это такой порошочек травный, его нужно развести водичкой на ладошке, и умыться, работает и как скраб, если просто вот, умываешься, и работает как маска, если ее оставить там на 5-10 минут, кожа мягкая, выравнивается по тону через какое-то время, исчезают прыщички, кожа ровненькая становится, мягенькая, ну, просто какая-то фантастика, я безумно люблю эти штуковины, я прям на них подсела, у меня где-то еще была пачка закончившаяся, не знаю, может я ее выкинула, больше всего мне понравилась с лавандой, вот, хотя они между собой очень похожи, в принципе, и по действию, и по ощущениям, то есть вот, очень похожи, но с лавандой почему-то мне показалось, что моя кожа реагирует вот как-то получше, в общем, степень моей любви, тут на этот, на Вайлбарисе была акция неслыханной щедрости, я себе купила еще 3 штуки, они еще запакованы, потому что у меня еще там остатки есть, я пользуюсь сейчас, я каждый день пользуюсь, я, значит, купила себе 2 с лавандой, и еще одну с эвкалиптом, с эвкалиптом, кстати, у меня тоже где-то вот валяется, закончившись, и с эвкалиптом мне очень понравилось, прям тоже очень-очень классно, вот так что, наверное, 2 мои большие любви, эвкалипт и лаванда, лаванда это снимает раздражение, успокаивает кожу, избавляет от токсинов, восстанавливает эластичность, работает ссуальных желез, а эвкалипт это прекрасный антиэдж эффект, выравнивает цвет кожи, снимает раздражение, шелушение, нормализует, ну, в общем, через пакет вы не очень увидите, что здесь написано, но, по крайней мере, вот я постараюсь, вдруг что-то разглядите, ну, не знаю, не надо вам показывать зубной порошок, зубной порошок у меня с календулой, мой любимый, я уже не один год пользуюсь этим зубным порошком, мне с календулой понравился больше всех, у меня одно время была аллергия на глицерин, причем как в кремах, так и в зубных пастах, поэтому я перешла на зубной порошок, суть по всему, сейчас у меня вся аллергия, это закончилось, ну, по крайней мере, уже нет реакции ни кожи, ни слизистой на глицерин, но привычка пользоваться этим зубным порошком у меня осталась, я его с удовольствием покупаю вновь и вновь, тоже на Вайлдберрисе, цена нормально, хватает его надолго, очищает хорошо, но здесь нету, знаете, вот если вы любите такой эффект мяты-ментола изо рта, его здесь нету, то есть запаха тут вообще никакого нету, он убирает запах изо рта, то есть вот утром встали, почистили, и у вас изо рта ничем не пахнет, то есть ни свежестью, ни несвежестью, просто нет запаха изо рта, вот так вот я скажу, потому что у меня, если честно, очень сильные отдушки в зубных пастах, вот этот огнедышащий дракон иногда поднапрягает, следующее средство, которое у меня закончилось довольно давно, что-то вот коробку-то, даже не помню, нет, я вам не показывала в пустых банках, от бренда Фруди, это пилинг гель, это гель-скатка, в виде геля нужно нанести на лицо, и прям, знаете, пальчиками распределять так по коже, и этот гель скатывается, прям катышками такими, вместе с этим прекрасно очищает кожу, ну, пожалуй, у меня опыт небольшой в пилинг-скатках, вот этих вот пилинг-гелях, но из того, что я пробовала, это лучшее, потому что действительно очень круто скатывается, обычно трешь, 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 пока вот это скатается, а тут прям раз-два, и все вот это вот сразу скаталось, мне очень понравилось, очищает классно, никаких раздражений не вызывает, там покраснений, аллергических реакций у меня тоже не вызвало, скатывается классно, очищает классно, все в нем прям классно, у меня закончилась последняя банка натурального дезодоранта от Ритрит, это крем-дезодорант натуральный, его прям буквально на ноготок набираешь совсем чуть-чуть, и подмышку распределяешь, и в принципе запаха пота в течение всего дня, как не бывало, все натуральные дезодоранты потоотделения не блокируют, поэтому если вы сильно потеете, скорее всего, может быть чуть-чуть поменьше вы потеть будете, но все равно это никуда не денется, а вот запахом справляется отлично, я уже много лет пользуюсь натуральными дезодорантами, у меня была вся серия от бренда Ритрит, понравились мне все, они в принципе по составу одинаково, различаются только запахами, вот этот вот с лимонграсом мне очень понравился, цитрусовый такой свежачок, причем у них не ядреные отдушки, а ароматы эфирных масел, эфирное масло, кстати, тут в составе как раз таки и есть, и за счет их они и имеют такой натуральный, приятный аромат, очень понравились, если, кстати, переборщить в нанесении, то есть нанести очень много, то может при надевании черной одежде, на одежде оставить след, но тут просто надо приноровиться в плане дозировки, и вот раз уж я по натуральной дезодорантам покажу вам, слушайте, почему у меня реально тут все, как в какой-то муке-то, я уже сама тут вся сижу в какой-то муке, и все тюбики, как будто что-то я туда просыпала в этот пакет, прям реально как мука какая-то, еще два натуральных дезодоранта, вот правильная косметика, бренд называется, Кристалл и чистота дезодорант минеральной кора дуба, вот с корой дуба, вот этот вот коричневый, мне понравился намного больше, вот этот вот, если вы пробовали, вот эти тайские кристаллы, растворенные в воде, это вот оно и есть, на мне они почему-то не идеально работают, а вот этот вот с корой дуба, он мало того, что убирает запах пота, он еще и подсушивает, то есть еще в течение дня вот нет такого потаотделения, да, вот, мне кажется, вот в этом случае дела немножечко вот как-то похуже обстоят, в общем, с корой дуба, это прям любовь, хватает ненадолго, объем здесь маленький, сколько здесь? 50 миллилитров, то есть если каждый день там раз-два в день пользоваться, ну, хватает очень ненадолго, ну, вот, пожалуй, это единственный его минус, ну, еще раз повторюсь, кто не привык к натуральным дезодорантам и слезает с химических, будет очень непривычно, будет очень непривычно, к этому всему нужно приучить свою кожу. Гель-пилинг, очищающий для лица от бренда Черный жемчуг, с кислотами, по сути, это прозрачный гель, в котором растворены мелкие-мелкие-мелкие скрабирующие частички. Я лично считаю, что это идеальный пилинг, такой пилинг-скраб за свою цену. Частичек в геле расположено очень много, они очень мелкие, но очень острые, кстати, так что если суперчистительная кожа, может быть такой вот переборчик. Для всех остальных, вот, очень советую присмотреться, за эту цену скрабируют просто идеально. Шелушения вот эти вот убирают, вот, да, если есть какие-то на лице. Мне очень понравилось. Так, пожалуй, самый необычный крем за этот год, который мне встречался от бренда Dr. F5, это крем-щербет. Я надеюсь, что вы видите надписи, потому что, конечно, когда надписи сделаны белым цветом, их не особенно хорошо видно на камеру. Да и в жизни-то, если зрение не очень, там, знаете, как-то не особо разберешь, что написано. Это крем в виде щербета. Здесь пустая банка уже. Хороший, приятный такой запах ненавязчивый. Крем в виде щербета. Что это значит? Это вот ты его берешь, а ощущение, что взяли крем, его взбили, и он такой очень, с воздушной прослойкой такой. Его прям на кожу наносишь, а вот эта воздушная прослойка никуда не девается. То есть, реально какой-то, знаете, да я не знаю, мусс-щербет, вот такой вот. Ну, прекрасно увлажняет, ощущение жирности на коже не оставляет, пленки не оставляет, вот этих всех вот, да, вот, при этом увлажнение очень хорошее. Ну, мне кажется, прекрасный крем. Особенно учитывая необычность текстуры, пользоваться мне им было не то, что, вы знаете, как просто даже интересно. Следующее, что покажу, сыворотка. от корейского бренда Skin You, написано Kikopeptide Serum, 50 мл здесь. Отлично увлажняет, практически мгновенно впитывается, и если кожа сухая, то, безусловно, требует потом нанесения крема. У меня, кстати, и крем был из этой серии, этого бренда, и пользоваться ими мне очень понравилось. Ну, здесь, как обычно, это пипеточка, пипетка-дозатор, вот, поэтому, ну, классный, я просто не знаю, что сказать, он справляется со всеми своими функциями. Увлажняет, насыщает кожу полезными ингредиентами, не ощущается никакой липкости, пленки, то есть, прям, вот, отличная база под крем, так скажем. Следующая тоже сыворотка для лица с витамином С, Anti-H от Spivac, стоит, конечно, значительно дешевле, а по ощущениям, более силиконистая такая текстура, чем у предыдущего. Ну, то есть, вот, я даже не могу по-другому, как-то сказать, вот, прям, ну, лишь такое ощущение, что-то, прям, вот, знаете, силикончики такие. Вот, но кожа очень мягкая, я ее тоже, вот, чаще всего наносила на кожу шеи, а потом сверху какой-нибудь крем. Следующее, что мне тоже очень сильно понравилось, это гель для душа, тоже в аптеке можно купить, я думаю, на Валберсе, наверное, тоже. Ценовид, для ухода за кожей, склонны к раздражению и шелушению, для лица и тела. Я этим гелем, он, кстати, не то, чтобы гель, вот, знаете, вот он как тоже непрозрачное белое молочко, как гелем для душ пользовалась нечасто, я им умывалась, я им умывала лицо. А он еще, знаете, такой освежающий, как будто в составе какой-то мятаментол есть, и он прям такой, прям, вот, свежак на лице потом. Действительно, помогает, если есть какие-то раздражения, шелушения на коже, вот он как-то их успокаивает. Единственное, если в качестве умывалки использовать, нужно быть аккуратнее вокруг области, вокруг глаз, потому что сам, как состав, он не щипет глаза, но из-за того, что он такой вот ментолово-мятный, вот от этих испарений ментола глаза начинают слезиться. То есть, знаете, как будто вот ментол вдохнули, вот такое вот ощущение. Ну, штука крутая. Он практически не пенится, вот, и кожа после него, ну, такая довольно мягкая. Прям очень понравилась штуковина, прям вещь. Так, две коробки патчей у меня закончились. Одни китайские с Алиэкспресс, хумал, что ли, называется. Они вообще ничего не делают. Если есть отек, не снимают. Ну, короче, знаете, это бесполезная вот совершенно вещь. Абсолютно бесполезная. И когда я это поняла, я их, знаете, как использовать стало? Я под глаза наношу какую-нибудь маску для области вокруг глаз или толстый слой крем. Потом брала вот эти вот патчи, смывала сыворотку с ник под водой и накладывала просто сверху, чтобы, знаете, какой-то вот для крема был такой парниковый эффект. Потом снимала, вот прям супер. Вот так вот. Ну, так, чтобы как патчи их порекомендовать, это вряд ли. А вот патчи гидрогелевые от Натур Сиберика у меня есть в четырех вариантах. Закончилась у меня черная. Еще какая-то... Какого же цвета у меня закончилась? Фиолетовая, по-моему. Слушайте, они все крутые. Вот реально все крутые. Они и морщинки заполняют, мелкие. Ну, конечно, если там от возраста морщины никуда не денутся, то, понятно, тут мы не будем настолько наивными, чтобы в это верить. Но если есть какие-то морщинки, вызванные сухостью, то есть, вот знаете, как улыбаешься и видишь, что кожа под глазами суховатая, очень хочется ее увлажнить. Эти патчи прям очень справляются. Причем они очень хорошо снимают утренний отек. Я когда с утра сажусь, очень рано снимать видео, я просыпаюсь, и у меня такой вид. Не то, что отеки, но вот вид, знаете, сразу же видно, вот, что человек спал, и вот это вот ощущение, что человек только что проснулся, слез с кровати, сел тут снимать видео, надо чем-то убрать. И вот эти патчи с этим отлично справляются. Я прям их на 10-15 минут там клею, пока там походил что-то-что-то. В общем, раз, сняла, уже вид свеженький, как будто бы и полдня прошло. Стоят копейки. Я считаю, что на Турсберг молодцы, что за такую цену сделали такие патчи. Единственное, скажу, знаете, что в некоторых банках есть брак. То есть там некоторые патчи, знаете, прям, знаете, с дырками какие-то, какие-то, как будто их смяли, они не разглаживаются. То есть вот у них много брак в коробке. То есть некоторые нормальные, а некоторые прям с какими-то дырами. Соответственно, вот эти дыры и неровности, если накладываешь патчи под глаза, они у тебя и остаются. То есть вот эти вот неровности какие-то. Вот. Так что вот так. Ну, в принципе, за такую цену, если там 2-3 патчи из коробки выкинули, дай бог с ними. Я очень не люблю сильно морские ноты и в парфюмерии, и в косметике. Вот. Морская соль гель для душа экстра мягкий от Ля Петит Марселье. Мне, в принципе, гель для душа нравится. Они там с неба не хватают. Обыкновенные. Обыкновенный масс-маркет. Периодически покупаю. Я не помню, откуда у меня морская соль взялась. Я же не могла сама купить. Может, подарил кто-то. В общем, мне не нравится запах. Гель для душа неплохой. Пень средненько. Кожу, в общем-то, не особо прямо, я бы сказала, там пересушивает, очищает ее прекрасно. Но вот эта вот морская свежесть, которая мне в рот сейчас попала, она меня, конечно, в процессе использования поднапрягает. Причем, знаете, вот что я хочу сказать? Вот где эта морская свежесть-то? Куда я ее тут делаю? Вот. А вот Миксит, тут тоже как бы вроде вот этот намек на морскую свежесть, но вот она больше на мужской парфюмерии дезодоранта похожа. А тут вот именно какая-то морская тематика. Поэтому вот мне Миксит понравился, а вот эта вот что-то не очень. По запаху, по запаху я имею в виду. Слушайте, я не знаю, вообще закончат у нас сегодня эти банки-то пустые или не закончатся. Мне безумно понравился этот шампунь. Это Биоблас шампунь с коллагеном и кератином. Во-первых, он очень приятно пахнет. Он очень приятно пахнет. У меня закончился буквально позавчера. Какой-то сладко-цветочный, кстати, запах, вот знаете, с чем перекликается? Вот с этим глискуром. Что-то такое вот тоже сладковосточное. Удивительно мягкий шампунь, мягкая шапка пены. Он и промывает волосы хорошо, и не пересушивает концы. То есть волосы после него очень-очень мягкие. Мне кажется, что это... Здесь, кстати, нет в талатов, парабенов, слез, сульфатов. Мне кажется, что это один из лучших шампуней, который мне в последнее время встречался. Что-то я прям, знаете, как-то в него влюблена. Маску, которую я вам сейчас покажу. Она для сухих и поврежденных волос от Моне Профессионал. Совершенно потрясающая маска. Совершенно потрясающая маска. Ее, если использовать как бальзам, то есть я имею в виду нанес смыл, она работает. И как маску, если оставить там на 10, на 5-15 минут, тоже работает великолепно. Единственное, если у вас супер тонкие волосы, вы эту маску густо нанесете на долгое количество времени на волосы, есть такой момент, что он может как бы не то что утяжелить, но вот объема лишить за счет того, что волосы-то очень мягкие, такие послушные, прям они прям такие струящиеся. Вот. Но у меня дело, кстати, не так. Волосы длинные, кончики чуть подсушенные, поэтому для меня это прям вообще идеальная маска на самом деле. Мне очень понравилась мицеллярная вода от Dermedic. Она попалась мне в какой-то коробочке красоты, но тут один такой момент, она не справится с супер стойким макияжем, там, знаете, с водостойкой тушью. Она отлично удалит повседневный макияж, там, слоечек туши, там, тени, помадка, там, вот что-то такое. То есть с этим проблем нет. Мне очень понравилось, что она мягкая, она не щипет, не раздражает ни кожу вокруг глаз, ни другие участки на лице. То есть прям ее наносишь, вот, кстати, сейчас, где она? в отличие, в отличие, вот, от, натур сибирьки. Она пожестче, ты ее наносишь на кожу и понимаешь, что вот она прям такая жестковатая. То вот здесь очень нежная мицеллярная вода, прям очень, очень бережно относится к коже. Давно у меня тоже закончился крем от Hiajin, тоже корейская косметика, Rise Fila, увлажняющий крем. Супер косметика этого бренда, просто супер. Вся серия мне понравилась, все пробовала. У них невероятно прекрасный тонер. Крем, который шикарно увлажняет, не оставляет ощущения дискомфорта в виде пленки, корки, жирности на лице. Не знаю даже, какие претензии предъявить, честно. Прям с огромным удовольствием пользовалась всей серией косметики данного бренда. Крем для лица морковный, для сухой чувствительной кожи. Это мне подружка Маира принесла, она прям его коробками покупала, не знаю, как сейчас продолжает покупать или нет. Я говорю, попробуй, стоит рублей серии 40-45, а он говорит, ну он такой классный, он прям вот и увлажняет, и пленки не оставляет. И в принципе, все так и есть. У него очень яркий, очень приятный аромат. Ну, конечно, всем не понравится, потому что на вкус и цвет, как говорится, но он прикольный. Морковки, кстати, не пахнет. Крем оранжевого цвета. Я что хочу сказать? Я им, в принципе, пользовалась достаточно долго. Ну, как достаточно долго? Ну, на неделю полторы-две я им пользовалась. Он, кстати, быстро заканчивается, надолго не хватает, здесь 40 миллилитров. Вот, мне запах надоел. То есть, он приятный, но даже самое приятное, если вот ты используешь, используешь, при том, что отдушка интенсивная, я не знаю, как вам, мне надоедает. И он мне надоел по запаху, я начала его там найти, ну, где-то подальше от лица, там, где-то руки, где-то ноги, ну, в общем, поняли, да? Вот так. Точно стоит обратить внимание, потому что он не то, что стоит своих денег, он прям вот превосходит свою стоимость. В принципе, претензий к этому крему действительно нет. Он отлично увлажняет, не оставляет ощущения какого-то дискомфорта. Ну, вот, пожалуй, на этом и все. Наконец-то я от этого избавлюсь. Я долго это копила, у меня вот это все в пакете из пятерочки, в углу валялось. Я то ногой пройду задену, то спотыкнусь об какую-нибудь вывалившую из этого пакета банку. В общем, короче, вот это, знаете, накапливание пустых банок, это прям увлекательное мероприятие, но избавиться от них очень хочется. Я сейчас смонтирую это видео, подпишу вот эти все банки, ну, в смысле, не банки подпишу, а я когда подписываю в инфобоксе, обязательно заглядываю, там есть вся информация. Вот, и я списываю названия, то есть вот по тайм-кодам, и с огромным удовольствием просто возьму вот это вот все и помойку, избавлюсь. Вы не представляете, как я люблю выбрасывать. Я люблю коллекционировать, я вот, например, духи, да, коллекционирую, вот сзади у меня полка. То есть я люблю такие блокнотики коллекционирую, всякая фигнет. Вот, но при этом я настолько же сильно обожаю не выбрасывать, все не нужно. Я прям выбрасываю, у меня как будто, знаете, груз души. Я такая прям выдыхаю, думаю, фух, еще немножечко чище стало. Спасибо вам огромное за внимание. Я очень надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео. Это не последние пустые баночки. Я в ближайшее время планирую снять пустые банки, склянки, декоративная косметика. Что-то у меня закончилось, у чего-то истек срок годности, и я планирую это выбросить, ну, просто за ненадобность. Я понимаю, что декоративная косметика, она имеет срок годности очень номинально, то есть, например, там, пудры, тени и так далее. Можно пользоваться там, сколько угодно, да, невзирая на срок годности. Но есть такие вещи, у которых и срок годности закончился, и я знаю, что я все равно ими не буду пользоваться. Поэтому, что бы и не выкинуть. В ближайшее время сниму и такое видео тоже. Еще раз вам огромное спасибо за ваше внимание. На сегодня все. Пока.